Мобильные телефоны, теплые вещи, медпрепараты, бронежилеты и даже приборы ночного видения – уже ни для кого не в секрет, что украинскую армию всем необходимым обеспечивают волонтеры. Все пожертвования, собранные украинцами, исчисляются уже несколькими миллионов гривен. Алевтина до этой весны и не знала, что такое тепловизор или кевларовая каска, не пересекалась с военными и даже не задумывалась о том, чтобы стать волонтером, пока ее близкого родственника не забрали на войну. Говорит, первый звонок из Луганской области и сразу же просьба о помощи – привезти бронежилеты. Но на этом все не закончилось, говорит Алевтина. По дороге домой бойцы на других блокпостах просто останавливали их машину и что-то просили привезти. Вот срочно вчера попросили в Авдеевке готовиться к наступлению, нужно было обогреватели, плохо все с этим, форма. Везде просят одно. Берцы теплые, бушлаты, потому что зима. Ребята под Дебальцево в Троицком попросили валенки. Вот мы имбурки купили на рынке. Не имея ни банковского счета, ни карточек, как у других волонтерских организаций, все собственными усилиями за свои сбережения и за счет помощи друзей и их знакомых. Алевтина каждую неделю ездит на передовую. В периоды отчаяния, когда там все, ну блин, ну все, уже деньги закончились, а нужно, нужно, нужно. Раз один человек позвонил, ну это друзья, друзей, приятели, знакомые. Галя, я готов, я насобирал деньги, мне сказали обращаться к тебе. Женщина говорит, после увиденного равнодушным остаться действительно тяжело. Посреди дороги воронки от мин, и мины вот так торчащие металлом дороже. Ну, как-то вообще не кажется, что нет у нас войны, понимаете. И об этом нужно говорить. Так вот, мои многие приятели и друзья, они отгораживаются, все, глазки закрывают. Нет, это так не бывает, это каждого нас касается. Если мы не встанем все вместе, война завтра будет здесь. Психолог Максим Житко считает, волонтерами становятся от отчаяния. В определенный момент обществу стало просто невыносимо читать новости и ничего не делать. Как только люди получат возможность непосредственно управлять страной, когда мнение каждого будет учитываться, ситуация изменится, говорит психолог. Они тратят свое время, очень часто свои деньги. Поэтому это движение, которое если возникает, то оно возникает потому, что в обществе есть потребность и нет политического или государственного или какого-то другого социального механизма эту потребность удовлетворить. И тогда волонтеры иногда становятся, ну скажем так, теми, кто вообще ставит вопрос об этой потребности в обществе и сам же предлагает определенный механизм, который берет на вооружение государство. Чем хуже ситуация в стране, тем больше людей берут инициативу в свои руки, уверен психолог. А потому волонтерское движение является своего рода альтернативой исполнительной власти в Украине и альтернативой очень хорошей.